Дни науки А лекция «Зачем мозг нас обманывает», которую прочел специально прилетевший на городские дни науки из Москвы психокинетик Илья Захаров, безусловно, заставила о многом задуматься молодых ученых. В очередной раз Дни науки в Новосибирске подтвердили. Новосибирск – всемирно известный город науки. Слово предоставляется мэру города Новосибирска Анатолию Евгеньевичу Локтю. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Александр Леонидович, товарищи ученые, инженеры, руководители, я всех вас искренне поздравляю с Днем науки. Это уникальное событие, оно, когда именно город имеет свой праздник, свой день особой науки. Это единственный день, кстати, в городе, или единственная неделя, скорее, когда физики и лирики, они, наконец, прекращают свой знаменитый спор, и мир нам очень соседствует здесь, не только в этой сцене, но и в течение всей научной недели. Позавчера я позвонил Александру Леонидовичу и поздравил его. Я поздравил его, тоже со значительной датой, с 59-й годовщины, именно в этой день, 17-го мая, партии и правительства был подписан знаменитый документ в 57-м году о создании Сибирского отделения Академии наук. Сибирского научного центра, 59-й год в этом году, на следующий год будет юбилей, к этому надо готовиться, конечно. Я думаю, что эта дата, она не должна пойти мимо нас, и мы ее должны отметить и уделить ей особое совершенно внимание. Потому что без Сибирского отделения, это крупнейший научный центр, мы как-то привыкли, это общее место для нас стало, крупнейший научный центр, научно-исследовательский центр за Уралом, мы к этому привыкли, мы, это обыденность наша. Но на самом деле, это не просто отличительная черта, наша гордость, это наше серьезное преимущество, это наша надежда на будущее, это наша, если хотите, перспектива. Когда в прошлом году мы подписывали договор с председателем Сибирского отделения Академии наук Александром Леонидовичем о сотрудничестве между мэрией города Новосибирска и Сибирским отделением, я, честно говоря, про себя думал. Но, наверное, здесь в рамках этого сотрудничества у нас будут такие, больше какие-то форумы проводить, будем собрания, представительские функции. Ну, словом, мы не привязываем с двух сторон. Не тут-то было. Это особенность, опять же, в нашей науке, сибирской науке, она в значительной степени, в короткое время предлагает технологические приемы. Прикладное, раскрывает прикладное значение. Это же задача, поставленная, кстати, основателями Академии наук, сократить расстояние между научными исследованиями до конкретного применения технологий. И вот мы здесь, именно в Новосибирске, приблизились к этому максимально близко. Поэтому в апреле месяце впервые мы провели вместе, все вместе, форум, научно-технологический форум наука города. Вот, и посмотрели, так, что же вот эти разработки, они применимы ли, есть ли вот те технологии, которые можно применять в нашем, в нашей обыденности, в нашем таком непростом, но с другой стороны, вроде бы обыденном коммунальном хозяйстве. Очень много предложений. И по некоторым мы приняли уже решение с тем, чтобы, во всяком случае, выйти на стадию испытаний и затем принимать решение о применимости их у нас в городе. Ну, в частности, я говорю о дорожном покрытии. Это тоже такой этап в развитии, в использовании научных достижений в городе Новосибирске. Не только фундаментальная наука. Ну, во-первых, Новосибирск это город трех академий. Ну, и, как я сказал, не только фундаментальная наука, но и прикладная наука. Прямо скажем, та, которая работает в первую очередь в интересах укрепления обороноспособности нашей страны. Она успешно развивается и работает в городе Новосибирске, дает свои результаты. Ну, и убедены у нас на параде в результате работы этой отраслевой прикладной науки. Ну, я имею в виду и ударные публицы типа Су-34 воздушные, те, кто выпускаются у нас на заводе Чикалова. Но, имея в виду и зенитно-ракетные системы, элементы, которые были показаны у нас на параде. Одним словом, город Новосибирск в большом, таком глубоком смысле, это научный город. Это научный центр. И я от души хочу поздравить вас всех с Днем науки, с профессиональным праздником. И выразить уверенность, что в результате нашего сотрудничества и плодотворной работы Новосибирск будет развиваться и дальше невиданными темпами и опережать все Чикаго, с которыми пытаются нас сравнивать. Праздник! Спасибо, Владимир Кириллович!